Добрый день, друзья! Вот и настала пора прощаться с гостеприимным Оберхофом, пятый этап которого подарил нам золото в смешанной эстафете. Шестой этап пока для нас безмедальный, но в сегодняшних заключительных двух гонках с общего старта мы можем исправить унылую статистику и завоевать медали в мастартах. Пятеро наших попробуют это сделать, в этом ролике речь пойдет о мужчинах. Всего в этой гонке будет три представителя сборной России. Причем они отобрались в мастарт на основании занятых мест в общем зачете Кубка мира, то есть практически без нервотрепки. Это если сравнивать с женским составом на мастарт. Александр Логинов отобрался под номером 17, Матвей Елисеев под номером 20, Эдуард Латыпов в стартовом протоколе значится под 22 номером. Самое большое представительство в гонке, разумеется, у сборной Норвегии, они сейчас сильны, как никогда. Всего побегут шестеро норвежцев, включая отдохнувшего от эстафеты Лагрейда. Он, а также братья Бео и Яханнес Даля, занимают первые четыре места в общем зачете Кубка мира у мужчин, к ним добавляются Ветле Шостат Кристиансен и Эрленд Овринг Бьенте Горд. Не менее мощно выглядит пятерка французов во главе с Эмильеном Жеккеленом. Кроме него выступят Кентен Фион Мае, Фабьен Клод, Симон Дистье и Антонин Гиганна. У шведов тихой сапой заползли в мастарт сразу четверо, это Себастьян Самуэльсон, Мартин Панселоома, Еспер Неллин и Пепи Фемлинг. Хозяева этапа немецкие спортсмены горят желанием реабилитироваться перед болельщиками за провал в эстафете, напомню, они стали пятыми с тремя штрафными кругами. Спасать честь Германии будут Бенедикт Доль, Эрик Лессер и Арнт Пайфер. Также побегут за всегдатая мастартов словенец Яков Фак, австриец Симон Эдер и итальянец Лукаш Хофер, которых никогда нельзя сбрасывать со счетов, особенно Хофера, неплохо проводящего этап. Как мне кажется, именно в завтрашнем мастарте, наши не будут выступать в роли мальчиков для битья, и я не удивлюсь, если кто-нибудь заедет в шестерку лучших. Про медаль пока промолчу, уж очень сильно выглядят норвежцы. Но очень бы хотелось, чтобы перед Антхольцем в наших ребят вселилась уверенность. Эта гонка с общего старта как раз и даст ответ на вопрос о психологической устойчивости наших спортсменов. Верю именно в Сашу Логинова. В общем, желаем всем нашим ребятам только отличного выступления. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.